Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас речь пойдет о рассадном грунте. Я стараюсь использовать грунт, приготовленный самостоятельно. Ну, не всегда это получается, тогда приходится, конечно, иногда и покупать рассадный грунт. И в этом случае не всегда получается все хорошо. Ну, делать нечего. Ну, если есть возможность, повторюсь, лучше грунт готовить самим. Это довольно просто. У нас в средней полосе России многие овощные и цветочные культуры можно вырастить только через рассаду. А для того, чтобы рассада была сильной и здоровой, очень важно для ее выращивания использовать качественный грунт. Думаю, не ошибусь, если скажу, что почти у каждого огородника есть свой собственный рецепт приготовления рассадного грунта. И это неудивительно, потому что климатические условия, виды почвы, способы выращивания растений для каждой местности очень сильно отличаются друг от друга. И все это нужно учитывать при выборе компонентов грунта для рассады. При приготовлении рассадного грунта стараюсь соблюдать следующие простые правила. Во-первых, рассадный грунт должен содержать в своем составе все необходимые питательные вещества в правильных пропорциях для хорошего роста растений. Также грунт должен быть достаточно рыхлым, чтобы хорошо пропускать влагу и воздух. Во-вторых, приготовление грунта должно быть простым и не отнимать у садовода-огородника слишком много времени. В-третьих, даже если рассада и вырастет мощной и здоровой, нужно, чтобы она после высадки, особенно при выращивании в открытом грунте, быстро адаптировалась на постоянном месте и не болела. А для этого рассадный грунт должен не очень сильно отличаться от грунта на огороде, чтобы корешкам высаженных растений было не слишком тяжело перейти на другие условия существования. С учетом всего перечисленного, основным компонентом состава рассадного грунта выбрал садовую землю со своего дачного участка. Ведь именно там придется расти в открытом грунте рассаде помидоров, перцев, баклажанов и других культур. Землю набираю с тех грядок, где росли растения, являющиеся хорошими предшественниками культур, выращиваемых на рассаду. Например, для помидоров беру землю после морковки или лука, для перцев после огурцов, капусты и бобовых, для баклажанов после лука и т.д. Ранее непосредственно на огороде при выращивании предшественников были внесены в почву в достаточном количестве и перепревшие куриный помет, и компост, и зола, и песок. Поэтому при приготовлении рассадного грунта дополнительно никаких минеральных удобрений, суперфосфат, азотное и т.п. не добавляю, чтобы рассаду не баловать. Почва на моем дачном огородике очень тяжелая, поэтому, чтобы рассадный грунт был достаточно рыхлый, к садовой земле добавляю по возможности лесную землю, смешанную с торфом. В близлежащем лесочке набираю земли в сограх из-под берез, а она там практически вся состоит из перепревших в труху листьев, веточек и старых пней. На краю болота накапываю немного торфа и тоже использую его в дело. Торф лучше брать нейтральный. Заготовку садовой и лесной земли делаю поздней осенью, в начале октября. Насыпаю все приготовленное в мешки, по одному ведру в мешок. Подписываю, где земля из сада, а где из леса, и увожу на хранение в холодный гараж. Там вся земля хорошо промораживается и тем самым избавляется от многих вредителей и даже от возбудителей заболеваний. А значит, никакого обеззараживания, зачастую очень трудоемкого, прокаливания, протравливания и тому подобное, рассадному грунту делать не приходится. Причем, ни вредители, ни болезни, даже коварная черная ножка, в кавычках, никаких проблем мне не создают. И вот наступает время высева семян на рассаду. Непосредственно перед этим, за день-два, приношу необходимое количество лесной и садовой земли, а также торфа, домой. Даю всему этому время оттаять и прогреться, а затем тщательно перемешиваю садовую землю с лесной и с торфом в пропорции 3 к 1, а при необходимости увлажняю. Здесь должен заметить, что в последнее время я стал пропорции даже делать иные, то есть стараюсь грунт делать более рыхлый. Пропорции делаю 2 к 1 и даже 1 к 1, то есть землю садовую мешаю с торфом примерно 1 к 1. Но это в том случае, если нет под руками лесной земли. Часто в садовой земле попадаются дождевые черви. Несмотря на то, что они проморожены, они оживают, их куда-нибудь перекладываю в большие контейнеры, где растет какая-нибудь клещевина, ей они вреда никакого не нанесут. И летом они благополучно вернутся вместе с растениями в огород. И все, грунт для рассады готов. Рассыпаю его по специально приготовленным стаканчикам для рассады. Ну, иногда использую контейнеры и ящички. И после того, как это все приготовлено, можно приступать к очень важному и ответственному делу посеву семян на рассаду. И не успеешь оглянуться, как появляются первые всходы. Смотришь на них и радуешься. Лето не за горами. Ну и в конце пожелаю всем огородникам хорошей рассады, хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.